Пантомима Актер театра и кино, режиссер Валерий Вадимович, здравствуйте Здравствуйте По традиции нашей программы предлагаю начать с небольшого плица пороса Театр или кино предпочтете? И то, и то Хорошо Участвовать в постановках в качестве актера или режиссера больше нравится? Последнее, ну пробовал себе как актер Потом меня стали использовать как, знаете, такого ботаника во всех фильмах То я доктор-гинеколог, то окулист, то психонервопатолог какой-то Я понял, что это, наверное, вершина моей актерской карьеры И стал отказываться Потому что, ну правда, сыграл там эпизод Троцкого, Зиновьева Но это было в самом начале моего актерского пути Поэтому все-таки режиссура? Конечно, да Я думаю, что да Слово или тишина вам ближе в качестве инструмента? Дело в том, что слово – это продолжение тишины И тишина – продолжение слова Любимый автор для постановок у вас? Николай Васильевич Гоголь Прежде всего, ну, пожалуй, да Ну и свои какие-то мои попытки написать пантомимический сценарий Ваш любимый жанр? Кроме пантомимы? Кроме пантомимы? Я имею в виду драма или комедия Скорее всего, трагикомедия То есть, вот как раз вот это баланс играет Да, ну, ближе к тяпину, да Потому что они так очень близки Взаимосвязаны Поэтому, скорее так Сегодня мы с вами как раз более подробно поговорим про искусство пантомимы Чем она лучше слов? Пантомима, да, в общем-то, ну, есть такое понятие Что вот пантомима может сказать столько-то, столько-то Выразить такую-то глубину, там, а слово это не может Слово это самое Нет, на самом деле, все это, мне кажется Ну, после многолетнего опыта Я понял, что это так взаимосвязанные две вещи Тишина и слово Слово рождается в тишине и выходит опять Это самое, и наоборот Поэтому они неотделимые Абсолютной тишины нет Она что-то несет Она несет какие-то смысловые вещи Поэтому я не думаю, что это очень взаимосвязанные две истории Очень часто встречала мнение, что тишина правдивее слов И пантомима правдивее слов Вот как вы к этому относитесь, выражение? Ну да, есть такое, часто об этом говорят Скорее всего, видите, проблема в том, что слово может и лгать И в тишине, ну там, что в тишине только разговор с Богом и покаяние Внутренний разговор друг с другом с собой Вот, а там уже, пожалуй, сильно-то не наврешь Там надо быть откровенным до конца в тишине Говорят, что актеры в жанре пантомимы работают от внешнего к внутреннему Объясните, пожалуйста, что это значит От внешнего к внутреннему Ну, мне кажется, бывает наоборот Дело в том, что, ну, скажем так Константин Сергеевич Станиславский, да Это от внутреннего к внешнему Театр Дель Арта, это от внешнего, да Это внешнее проявление Но они так взаимосвязаны И вот голого такого, как бы, Дель Арта я не видел Театра Он все равно наполнен каким-то внутренними ощущениями И наоборот Сейчас очень многие актеры драматических театров Начинают выходить в эксцентрику Начинают Ну, особенно, допустим, играя Гоголя Да Того же самого нашего любимого Там очень много доминирует, конечно, эксцентрическое начало То есть внешнее начало Ну и, соответственно, конечно, и Станиславский Да, и от внутреннего Поэтому Что-то у меня сегодня, знаете, как ты заметил Что я пытаюсь найти баланс между двумя почти, как бы, вещами такими Тишиной и словом Но, скорее всего, это так Потому что, ну, невозможно молчать, не думая о чем-то А мы выражаем свои мысли через слово Вот, так что, как-то так Чем актер, который работает в жанре пантомимы То есть непосредственно мим отличается от клоуна Ага, вот интересный вопрос Вы знаете, на самом деле Если вы когда-нибудь слышали такое имя Леонид Ингебаров Да То Там очень интересное сочетание То есть клоунады, эксцентрики и пантомимы Это они не отличаются Они взаимосвязаны Потому что мим может быть эксцентричным, как клоун И может быть трагичным, как Перо Может быть быть так же эксцентричным, как Арлекина И так далее Поэтому они не отличаются Опять они взаимопроникновены друг к другу Вот такое отличие, что вот это клоун Да, ну, клоун чаще всего это красный нос Да, рыжий или белый парик А у мимов, конечно, у них свой стилевой такой внешний вид Ну, когда мы начинали Это было черно-белое Черное трико Там белые перчатки, белый грим Тогда нас еще просто за это часто все укорили Что это там намазали себе на лицо Надо быть вот это самое За грим ругали, да? Ну, не то, что ругали Вы знаете, мы один раз У нас был спектакль в Иркутске Это было такой зимой уже Мы готовились к спектаклю в ДК профсоюзов И мне звонит один наш актер и говорит Вы знаете, меня забрали в милицию Тогда еще в милиции было А мы уже в гриме это самое Вот А на Первой Советской там милиция не очень далеко Там две остановки на трамвай можно И мы с Лавой Лаврентьевым Говорю, Слав, собирайся, поедем В гриме Вот представь, вот это самое Трамвай Да? Сидят какие-то бабульки, дедульки Это самое Вечер И заходят два Каких-то странных товарища Вот такие лохматые В белом гриме какие-то самое В каких-то шубах это самое Еще, мало того Еще заходят в милицию с таким-то видом Да? Представляете? Сдаемцу Нет, наоборот Мы говорим, где тут наши Паша Шаранда Куда вы его вдевали? А там какие-то эти Все, которых загребли Там всякие проститутки Наркоманы Там какие-то бродяги Они просто Они думали, они там эксцентрики Оказались мы В общем, мы Пашку забрали И едем обратно А обратно мы побежали Потому что не было долго трамвая Побежали Бегом до Первой Советской То есть Вот представьте Идет навстречу Там какой-то Люд Бегут два Каких-то странных Забеленных Зимой Человека А между ними Там обиженный Это самое Нормальный В общем Паша Шаранда Так что В общем Вот где эксцентрика Где клоунада Где пантомима В общем Видите-ка все рядом Переплетается Все друг с другом Если бы мы молчали Если бы мы молчали И там что-то говорили Там Там Что-то какие-то Как полу Как немые товарищи Но Поэтому Мин В принципе Должен иметь все Он должен Владеть и клоунадой И эксцентрикой И жонглированием Ну и конечно Стилевым Стилевыми законами Искусства пантомима Насколько я понимаю Что клоун В отличие от мима Он может говорить А мим нет Почему? Мим тоже может говорить И мы Это используем В своих спектаклях У нас допустим Женщина с витрины Когда там Главный герой Где-то Прогуливается С собачкой Со своей И Представляет Маленький цирк Играет с ней Надевает нос Там пока Жена ничего не видит Вот Он так разыгрался Что жена Форточку Выглядывает И говорит Василий Ты мусор вынес? Он говорит Ну да Ну давай домой Шут гороховый Ну почему нет? То есть Мимо всегда говорили Но Закон первый Это молчание Это тишина Да И работа с ним Но бывают такие Как бы случаи Эпизоды Почему нет? Актеры же молчат Они же не сопротивляются Жанр пантомимы Начинался с юмора Правильнее Я понимаю Смотря в какое время Допустим В средневековье Актерам просто Ну простите Меня Будут Это самое Отрубали языки За то что они говорили Правду И так далее Вот Вот это Начало пантомимы С трагедией Или с комедией Понимаешь? Вот И Появились мимо Потому что Нельзя было говорить На самом деле То есть Там была Цензура Что еще там И У каждого по-разному Сейчас вот трудно сказать Что С чем начинается Пантомим Но то что она Начинается Если посмотреть в корень Как переводится Пантомима То это подражание Это подражание Природе Подражание Нашим стихиям Это подражание И Это самая Пародия На какого-то человека На толстого Или тонкого На смешного Или Это самое Почему Гуголь Очень пантомимичен Да Ну Скажем так Марсель Марсо Первая его работа Такая большая Как спектакль Это был Николай Васильевич Гуголь Шинель Понимаешь? Вот этот Башмачников Господин Акакий Акакевич Который там Присутствовал Он был до того Гротесковый Да Эксоцентричный И трагичный В то же самое время Вот Это как раз Вот это Те киты На которых держится Пантомима Какими критериями Нужно руководствоваться Чтобы понимать Подходит Вот этот автор Или произведение Да Подпантомиму Или нет Первое Это удивление Ты Ну знаешь Какое-то обычное Да Искусство Рождается С удивления Если ты читаешь Гуголь И понимаешь Что батюшки Это же колоссально Да Эти все Его персонажи То Так как ты режиссер И актер Ты хочешь Это перенести на сцену Ты уже это видишь Понимаешь Как сегодня В России Развивается Жанр Пантомимы Что с ним Сегодня Ну знаешь Больной вопрос Потому что Все как бы Уважают Любят Это искусство Но У нас нет Такого Государственного Инструмента Да Ну грубо говоря Государственного Театра В реестре В реестре Всех театров У нас нет Такого понятия Театр Пантомимы Поэтому Это всегда Андеграундное Искусство Она всегда Где-то само по себе Там живет И существует Есть люди Которые любят Говорить А есть люди Которые любят Молчать Вот мы Измолчаливы Скажем так Вот Но мы можем Своим молчанием Сказать гораздо больше Почему-то Чем Говорящие Потому что У нас связь Со зрительным залом Гораздо крепче Объясню почему То есть Если Драматический актер И театр Он Ставит декорации Шьет костюм Мы Стамбубу Художники Работает То нам Достаточно Просто черной Коробки сцены Черного кабинета И Актер Мим Должен создать Вот это пространство Чтобы зритель увидел То чего нет Вот Ну кто-то может Кто-то говорит Ну глупость какая-то А кто-то наоборот Увлекается Знаешь Как поэзия Мы же не всю поэзию любим Но какая-то Какая-то строчка Раз Запала на тебя И ты ее Расшифровываешь По-своему И вот это вот Умение Смотреть И созерцать И читать По-своему Вот это самое Дорогого стоит Да Мы не навязываем Мы просто Вот какие-то Скажем так Иероглифы Пластические Которые вдруг Возникают В какую-то Тему Вот и все Где учиться Этому искусству Ну получается Школ Нет Какого-то театра Нет Специального заведения Нет Как быть Ты знаешь Я тебе скажу секрет Вот Все люди занимаются Пантомимой Да Вот ты тоже Катя Занимаешься Пантомимой Знаешь Когда это началось То есть давно началось Ну вспомни школу Да Когда учительница Задает Это самое Задание Спрашивает Ну Кто хочет К доске Что делает Да Мы поднимаем руку Мы же не говорим Ну кто говорит Я Ну в основном Ну-ка тихо Да Поднимает руку У нас есть рука Да Мало того Ну вот грубо говоря Мы когда-то все Играли в песочницах Детьми там С игрушками Да Вот это что это Вот тут что это Знак Какой Ну что это Вот что это Как называется Физиологически Ладонь Руга Кисть Да Оказывается У нас кисть Может Кисть может Перевратиться Во что Во что угодно В пистолет Катя Вы арестованы Да Поняла Да То есть Если посмотреть На кисть Очень внимательно Она похожа На листок На дереве Да И когда листок падает Да Помнишь Вот это движение Как красиво падает Да Желтый лист Это оказывается Лист может быть Это может быть кисть Не кисть Просто кисть Почему Вот это Хозяйство Назвали кистью Вот почему Не как-то Понимаешь А вот именно кисть Да А это оказывается Может быть кисть художника Да Который может рисовать Что-то Да На воображаемом Пространстве Да Вот это воображение Которое передается Зрителю Самое дорогое Самое связующее И запоминающееся Для зрителя Пространство При этом Каждый зритель Видит свою Картиру Конечно Он Кто-то видит Зеленый лист Кто-то желтый Кто-то красный Понимаешь Все от актера От исполнительного Зависит Вот Вот на этом построено Почему Как бы по-то миме тянутся Даже драматические актеры Потому что мы можем Исключить Ненужные вещи Он просто мим выходит И просто бежит по жизни Вот Представь Что он бежит по жизни Да Он бежит по жизни Это уже метафора Которая Это самое Зритель сразу читает Но если он бежит по жизни И еще засыпает И спит А ноги бегут Да Появляется Вот эта вот Цепочка фантазий Да Господи Да мы так Всю жизнь есть Вроде бы Да Мы несемся по этой жизни А он еще звонит А он еще влюбляется Еще порождаются дети Он еще с коляской Там покупает Какие-то продукты Он еще кому-то звонит Он тут же переключается На машину И в машине еще кому-то звонит И опять засыпает И опять пьет кофе И так далее И вот этот поток информации Узнаваемый Да Он говорит Слушай Это про меня все Если зритель говорит Про меня Значит мы попадаем Прямо в сердце Не в мозги Там Вы знаете Вот это вот Написано было Произведение В 1834 году Тогда положение Нашей империи Было такое Это нет Напрямую Прямо в сердце Поэзия прямо в сердце Всегда Понимаешь Вот и все А искусство само по себе Наивное Вот в чем кайф-то Да Вот есть краски Есть ноты Семь нот Ну это просто Вот и все Набирай Насколько ты талантлив Настолько ты наберешь Да И поэты Великие произведения Здесь то же самое Но у нас Как бы не семь нот А у нас целый арсенал Нашего Нашего тела Вот и все Не обязательно сидеть На трех шпагатах И не обязательно Делать рандак Фляг Сальто Там и так далее Ты просто выходишь Как человек Который сейчас Расскажет историю Которая тебя Или тронет Или не тронет Вот и все Если тронуло Тогда Ты сделал самое главное Понимаешь И это зависит Кто это делает Да А можно ли сравнить С балетом Это ответ искусства Часто спрашивают Насчет балета Объясню У балета Свой Танцевальный язык Ну вот Если спросить Что такое Фойте Все говорят Вот там Тридцать два Фойте А что такое Фойте Вообще Вот как это перевести И так далее Оказывается Там свой Свой Хореографический Знак Который мы Не читаем Мы видим Какая она Молодец Батюшки Сколько пуантов Надо угробить Чтобы она Это все Крутила Бедные Ноги разбиты И так далее Конечно Там есть Схожие вещи Во-первых Тишина Во-вторых Музыка В-третьих Там свои требования Не всем хочется Видеть там Толстого Или толстую Даму Там Танцующую В пуантах И так далее Вот Но То что они Работают с тишиной И в своем Именно рисунке Танцевальном Вот это Нас отличает Иногда Мимы Пользуются Танцевальной Лексикой И что-то там Делают Такое А-ля Там И мы тоже Иногда делаем У нас бывает Допустим Сейчас вот Мы делаем Спитакль Старосветский Ромео Джулетта И там Есть моменты Где Мне нужно Показать Влюбленность Этих Двух Старичков Пульхирь Иванович И Афанасий Иванович И Конечно Танцевальная Пластика Она Ближе Она помогает Мне это сделать Вот Хотя Я могу там Смодулировать И эксцентрику И Пантомиму Такой синтез Сейчас вообще Как бы Время Синтетических Таких искусств Они все Проникают Друг в другу Пантомима Тоже растворилась Везде Вроде бы Она есть И вроде бы Ее и нет Но она Во всех искусствах Она и в драме Она и в балете Есть Она и в кино Есть И Чистая пантомима Сейчас практически Нет Давайте остановимся На связи Пантомимы И кино Ну естественно Чарли Чаплин Это Один из Великих мимов Немого кино Бастер Китон Макс Линдер Братья Маркс И так далее Это Гарри Ллойд Это те люди Которые в принципе Владели Пантомимой Но именно С киноязыком Понимаешь Да О чем я говорю У нас Театральная Пантомима А это Пантомима И кино Чем она Ну Я Вообще Мечтаю Сделать Киноверсию Допустим Женщина с Витрины Спектакля Продюсеры Иногда Там Ворчат И говорят Ну Валер Ну Кому Нужен Ну Это Самое Без Бла-бла-бла Без Диалогов Фильм Если вы Вспомните Фильм Бал Известный Который Тоже Без единого Слова Рассказывает О истории Танца Во Франции Который Получил Оскар То И так далее То есть Можно Опять-таки Одни люди Смотрят А другие Слушают Да Вот Те Кто Слушает Их Очень много Но Есть и Те Кто Смотрит Визуально Им Через Глаз Попадает В сердце Напрямую Понимаешь Не через Диалоги Не так Да Вот Мне всегда Кино Всегда помогало Я был всегда С ним рядом И Не жалею Никогда не жалел Мы когда съездили Впервые На гастроли В Бельгию Вот У нас Началась Как раз Перестройка Была надежда Что Как-то Все это Пойдет В гору И нам Одно Бельгийское телевидение Подарило Театру Вот 20 ВХС Кассет Весь Чаплин Вот Просто Вот От Там 13 Или 12 Года Просто Неизвестный Чаплин Столько Кассет Там же Был И Бастер Китон Бастер Китон Был Вообще Открытием Там же Была Пинобауш Подписана И там же Был еще Майкл Джексон Триллер Первый Самый Который Мы в Иркутск Привезли Вдогонку Пока мы садились Самолет Они Подарили Диск Вот такой Я никогда не видел Такой DVD-диск Знаешь Был раньше Такие здоровые Как пластинки С триллером Майкл Джексон А Майкл Джексон Занимался У Марселя Марсо И вот Этот Лунный Шаг Это Прототип Нашего Скользящего Шага В пандемии Понимаешь То есть Там умные Люди Занимались Этим И занимаются И понимают Что Это Синтез Этих Двух Искусств Дает Потрясающий Результат А вам Это Помогло В актерской Игре Я Объясню Просто Когда Ты Попадаешь В кино Где Есть Какой-то Сюжет Здесь Есть Какие-то Персонажи Да Как бы Пантомимические Особенности Твои Там Никто Не требует Да Ты должен Быть Чаще Берут Типаж Да В кино Ну вот Я лохматый Очкарик Ну куда Меня Возьмут Еще Да Понимаешь Вот Поэтому Борис Щербаков Впервые Когда Меня Увидел Говорит Мы Хотим Вам Эпизод Небольшой Троцкого Я говорю Какой я Троцкий Сдурели Что ли А он Оказывается Сидел В Иркутске Здесь Его Сослали В тюрьме Сидел И у меня Тут двое Девочек Родилось Он Потом Забежал Это Все Связано С Иркутскому Батюшки Странно Вот И Они Там Принесли Какие-то У меня Говорит Вам Прическа Вот Наша Вам Нам Нравится Ваша Прическа А потом Мне там Продюсер Говорит Валер Мы Обыскали Все Театры В городе Москве Мы Троцкого Не Нашли И Ширбаков Сказал Вот Только Он Дайте Ему Текст Пускай Дет Учит Это Первый Год В Москве Я Ошарашенный Был На самом Деле То есть Чаще Всего Берут Тебе Подтипажу Ну Вот Какой-то Сериал Солдат Мне Говорит Солдаты Вот Ты Сейчас Солдаты Что Я Буду Делать Нам Нужно Чтобы Такие Большие Глаза Линзы Это Самое Глазище Большие Будешь У нас Доктором Окулистом Ну Ладно Понимаешь Да То есть Там Вот Такого Сочетания Чтобы Ты Актер Применить Себя Нет Такого К сожалению Там Другие Другие Требовали Кино Язык Он Требует Конечно Какие Ваши Творческие Планы Все Такие Связаны С Пантомимой Или С режиссурой Что Вам Хотелось Реализовать Поле Огромное Я Сейчас Ставлю Спектакли Снимаю Кино У меня Несколько Кинопроектов Готовится Сейчас Здесь Политехническом Мы Восстанавливаем Сленной Горловый Спектакль Женщина Старосветский Ромео Джульетта Когда Мы С ней Вместе Играли Этот Спектакль Мы Решили Его К Столетию С Днерождения Марселя Марсо Она Будет В 23 Году Как раз И как И угадает Кстати Вот Мы Будем Во всей России Несколько Городов Будут Этот Праздник Отмечать То есть Мы Делаем Перформанс И готовим Спектакль И так Далее Вот Так Скромно Валерий Вадимович Спасибо Вам Большое За Интересное Интервью И Спасибо За Интересные Вопросы Это Была Программа На Встречу До Новых Встреч В Эфире